Was geht ab Leute? Сегодня поговорим об универсальном глаголе machen, а точнее говоря о том, как избежать его в речи. Да, конечно же, есть еще и глагол tun, который в некоторых случаях может выручить, но сегодня не о нем. Товарищи, сегодня будем расширять наш словарный запас и улучшать немецкий. Losgates Естественно, вы можете и дальше составлять большинство ваших предложений с глаголом machen, и это ни в коем случае не будет считаться ошибкой. Но ведь есть так много слов, которые помогут разнообразить речь и изучать акробов. Так что, если ваша цель сделать ваш немецкий более симпатичным, то это видео для вас. Приятного просмотра. А начнем мы с замены machen на такие глаголы, как herstellen, produzieren, fertigen, unfertigen или же bauen. Все они переводятся как изготавливать или производить. В этом случае можно подобрать любой из вышеназванных синонимов и избежать глагола machen. Sie fertigen шпильзойке aus Holz. Они производят игрушки из дерева. Или, например, die Autos von Volkswagen werden in Deutschland gebaut. Машины Volkswagen производятся в Германии. Двигаемся дальше. Как вы сообщите своему немецкому другу о том, что готовите сегодня грандиозный ужин? Неужто вы скажете, ich mache heute ein schönes Abendessen? Зачем? Ведь можно использовать глагол zu bereiten – готовить. Это же слово применимо, кстати. Также для чая или кофе. Но с ними можно использовать еще и kochen – варить. Wann wirst du das Mittagessen zu bereiten? Когда ты будешь готовить обед. Или, ich habe mir eine tasse kaffee gekocht. Я сварил себе чашечку кофе. Приезжая в Германию, мы любуемся достопримечательностями и хотим фоточку возле Кёльского собора, ну или там возле стены в Берлине. Конечно же, можем сделать селфи, но можно и попросить проходящего мимо вас немца, чтобы он сфотографировал. И как мы это сделаем? Конечно же, самым простым способом будет сказать что-то типа Könnten Sie bitte ein Foto von mir machen? Не могли бы вы сделать, пожалуйста, фотографию меня? Ну или использовать более простое слово фотографieren. Könnten Sie bitte mich fotografieren? Не могли бы меня, пожалуйста, сфотографировать? Но лучше всего использовать разговорные вариации. Ein Foto schießen, то есть сфоткать. Или же глагол ablichten. Тоже что-то вроде сфоткать разговорной речи. Так тот немец и не поймет, что вы турист, ну или хотя бы удивиться вашему знанию языка и похвалиться. Könntest du bitte ein Foto von mir schießen? Или Könntest du bitte mich ablichten? Двигаемся дальше. Когда мы говорим о работе или домашнем задании, мы чаще всего используем также глагол machen. Для тех, у кого немецкий был в школе, вопрос Habt ihr eure Hausaufgabe gemacht? Из уст какой-нибудь Тамарьи Иваны звучал крайне устрашающе. А ведь она могла бы использовать глагол erledigen. Выполнять. Habt ihr eure Hausaufgabe erledigt? Вы выполнили ваше домашнее задание? Или еще один пример. Heute muss er noch drei Hausaufgaben erledigen? Сегодня ему еще нужно выполнить три задачи. Вместо Heute muss er noch drei Hausaufgaben machen? Все мы с вами так или иначе делаем ошибки. А ведь можно их и не делать, а совершать. То есть вместо Fälla machen мы можем Fälla begin. Sie hat einen dummen Fälla begangen? Она совершила глупую ошибку. Begin, кстати, можно не только Fälla, но и, например, Selbstmord То есть самоубийство. Но я надеюсь, что именно это слово не пригодится. Wenn er seine Deutschprüfung nicht versteht, begeht er einen Selbstmord. Если он не сдаст свой экзамен по немецкому, то покончит жизнь самоубийством. Идем дальше. Следующая замена связана со спортом. Мы будем заменять глагол machen на treiben. Когда говорим о спорте. Кстати, спорт. Вы уже готовы к лету? Или прокачка немецкого отняла все время? Schreibt in die Kommentare, ob ihr Sport treibt und wenn ja welchen. Ну а мы тем временем приведем примеры. Jeden Tag treibt er Sport. Каждый день он занимается спортом. Sie treibt gern tennis. Она охотно занимается теннисом. Следующее словосочетание. Lärm machen. Шуметь. Уф, снова этот глагол machen. Нет, он, конечно же, удобен, но мы ведь хотим с вами говорить красиво. Поэтому заменим его на глагол lernen. Jede Nacht lernen meine Nachbarn. Каждую ночь мои соседи шумят. Если этот глагол выглядит для вас слишком странно и вам все-таки хотелось бы использовать имя существительное, то так уж и быть, есть и такой вариант. Только вместо machen скажите verursachen, то есть причинять. Ihre Kinder verursachen viel Lärm. Ее дети причиняют много шума. Очередное устойчивое словосочетание с глаголом machen den Eindruck machen. Оставлять впечатление. Но ведь machen не переводится как оставлять. Возмутитесь вы. И будьте абсолютно правы. Ведь оставлять это hinterlassen. С этим глаголом вся фраза звучит намного красивее. Die letzte reise hat bei mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Последняя поездка оставила у меня очень хорошее впечатление. Но еще лучше на самом деле использовать вообще один единственный глагол. Beeindrucken. Произвести впечатление. Sie hat mich sehr stark beeindruckt, weil sie so gut Deutsch spricht. Она меня очень сильно впечатлила, потому что она так хорошо говорит по-немецки. Дальше на очереди у нас sich sorgen machen, то есть заботиться или беспокоиться. А ведь можно было и просто сказать sich sorgen. Ну, сравните сами. Sie macht sich sorgen um ihre Eltern. Она беспокоится о своих родителях. Или sie sagt für ihre Eltern. Глагол куда практичнее, правда? Дальше поговорим про экзамены. Часто можно услышать словосочетание eine Prüfung machen. Дословно звучит, конечно, странно делать экзамен. Но немцы действительно так часто говорят. Но мы же сами заменим machen на ablegen или bestehen. Только разберем сперва разницу. Когда мы говорим о предстоящем экзамене, который, например, будет у вас в следующем месяце, то используем глагол ablegen. А если о том, который уже позади, ну то есть вы уже его сдали, то тогда используем глагол bestehen. Wann leks du deine Deutschprüfung ab? Когда ты сдашь свой экзамен по-немецкому. Na, ich habe meine Deutschprüfung bereits bestanden. А я уже сдал мой экзамен по-немецкому. Следующие глаголы это unternehmen, предпринимать, и sich beschäftigen, заниматься. Вместо того, чтобы сказать wir haben gestern viel zusammen gemacht, мы вчера много сделали вместе, можно сказать wir haben gestern viel zusammen unternommen, мы вчера много вместе предприняли. Или, например, такой вопрос womit hat sie sich beschäftigt? Чем она занималась? Вместо банального was hat sie gemacht? Что она делала? Двигаемся дальше. Заменим глагол machen на vorhaben планировать или собираться чем-то заняться. Можно, конечно, сказать was willst du morgen machen? Что ты хочешь делать завтра? Ну, а можно немного поизощряться. Was hast du morgen vor? Чем ты завтра планируешь заниматься? В разговорной речи часто можно услышать фразу was macht das? Дословно мы ее переведем что это делает? Никакой логики, но, как я уже сказал, это разговорная фраза и означает она сколько это стоит. И заменить все это дело мы, разумеется, можем глаголом kosten. Was kostet das? Вместо was macht das? Еще одна разговорная фраза mach schon. Ее немцы используют, когда хотят кого-то поторопить. Es ist bereits 9 Uhr. Mach schon. Уже почти 9 часов. Давай же. Но разве будет уважающий себя немец махать всем подряд? Эй, не. Куда лучше будет звучать beeil dich. Поспеши. Es ist bereits 9 Uhr. Beeil dich. Уже почти 9 часов. Поторопись. И напоследок займемся математикой на немецком. Ладно, шутка. Выучим только одно слово ergeben. Составлять. Часто немцы в разговорной речи могут сказать 5 mal 5 macht 25. То есть 5 на 5 равно 25. Но куда лучше будет звучать предложение 5 mal 5 ergeben 25. То есть 5 на 5 составляет 25. Ведь мы-то с вами еще те математики. Математично. Ну что же, друзья. Будем заканчивать наш ролик. Надеюсь, это было полезно и интересно. Делитесь в комментариях, что для вас оказалось новеньким и про какие замены я забыл рассказать. До встречи в следующий раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok